дорогие друзья приветствую вас на канале лана в этом видео обзор рассады январских посевов и начинаю я его с обзора рассады бальзамина улера посев был 6 января посеяны были семена вот этих двух красочных пакетиков таких по два семечки взошло ну вот сейчас уже начинает зацветать немножечко конечно цветок отличается махровостью но в принципе такое бывает пока это первые цветы возможно потом цветочек станет более махровым но расцветка принципе соответствует развивается этот сорт сорт это искушение вот светло-розовое и светло-пурпурное развивается он очень компактно не вытягивается очень хорошо куститься хороший такой у него габитус несколько черенков я уже взяла но тем не менее вам посмотрите сколько оттуда еще снизу даже идет черенков сколько уже из пазух листьев идет череночков новые побеги в общем сам сорт мне нравится посмотрим как он будет уже в процессе цветения на пмж следующий также 6 января я села виолу вот такой красивый пакетик был английская серия обильное цветение было здесь всего пять штучек достаточно дорогостоящая виола и если учесть что из этих пяти взошло всего два и выглядит они сейчас вот так ну конечно они могли выглядеть гораздо лучше если бы я их рассадила но если честно пока просто не доходит уже до нее руки но надо рассадить она уже там начинает он давать боковые побеги красивые должна быть и волк но всего две штучки поэтому я для нее пару докупил еще виолу и посеяла чуть позже 8 января досеяла еще одну гранулку профессиональных семян бакопы я уже показывала вот кто не смотрел предыдущий обзор там как раз была бакопа декабрьских посевов а вот это вот бакопа январских посевов частично я начинаю ее уже здесь прищипывать это вот вырастает такая кучка из одной гранулки это розовая бакопа пинг топия профессиональные семена производства по моему pan american seed подарок от магазина бэлла это ангелония было три семечки вот три семечки выросла недавно я тут пересадила их наконец-то 200 граммовый стаканчик по идее можно рассаживать каждый кустик по отдельности кто не знает ангелонию она очень похожа на такой срезочный львиный зев очень похожа розовенькая у меня по моему ангелония первый год я буду ее выращивать но вы знаете вот посмотрела прочитала понравился мне этот цветочек возможно даже на следующий год закажу специально для создания композиции вот для таких вертикалей мне кажется она очень хорошо подойдет ангелония но в принципе беспроблемный цветок если бы наверное ему еще дать вот побольше каждому место был бы уже наверное были саженцы уже наверное же покрупнее аквилегия низкорослая проф семена также все же я вам показывала расцветки это серия early birds различные различные здесь цвета никуда тоже не пересаживаю сидят пока еще вот в таких емкостях ну тоненькие такие тоненькие пока но не знаю в принципе боюсь закармливать хотя может быть можно было бы пересадить уже каждую по отдельности но новые листочки все время все время вырастают может быть немножко если она вот подсушена не знаю хотя почва в принципе там всегда влажная но на то она и называется аквилегия любит она влажную тенистую почву стараюсь ее не подсушивать пока в принципе проблем никаких нет очень сильно не вытягивается в рассаде она ну вот январская рассада выглядит вот так у меня 12 января села лаванда это вот лаванда ранее в декабре я села лаванду из профессиональных семян такая испанская которая не зимует а это вот обычная такая узколистная лаванда такая растет у меня уже но я решила посеять тоже посмотреть села без стратификации и конечно были не стопроцентные всходы но вполне себе нормальная была всхожесть потому что видимо были свежие семена оставила себе вот несколько экземпляров потому что повторюсь у меня уже такая в принципе есть но может быть вот обновить где-то где-то обновить посадки хотя люблю больше выращивать лаванду черенкованием она очень хорошо черенкуется и это менее проблематично чем выращивать ее из семян также 12 января села арабис арабис смесь смесь беленький и розовый это многолетник многолетник почва покровник вот конечно не рассаживаю его по одной штуке хотя это придется сделать так как это смесь и сажать все это вот в такой кучке конечно не очень хорошо будет такая пестрота возможно в этом будет и шарм но все таки наверное потом высажу по одной и посмотрю пока не рассаживаю банально просто некуда поэтому пока он растет у меня вот в этом объеме подкармливаю не прищипываю хотя тоже можно прищипнуть и пойдут вот боковые побеги здесь вот то же самое но пока этим не занимаюсь не особо длинные побеги такой мохнатенький пушистенький симпатичный цветочек тоже особо каких-то проблем в его выращивание не вижу хорошо бы себя бы чувствовал наверное был бы более коренастом если бы каждый цветочек рос в своем объеме но вот у меня растет таким образом ну также 12 января была посеяна вот вероника колоссистая очень густо взошла мелкие семена у нее всходят очень хорошо она тоже в принципе не проблемный цветок с хорошей схожестью у меня уже на участке я покупала в прошлом сезоне уже растеница готовая вероника по моему у меня есть розовая и вот такая тоже синенькая голубая думаю досажу еще здесь по несколько растений в каждой емкости также я их и буду и рассаживать сейчас я уже прищипнула здесь вот кончики для того чтобы развивались боковые побеги на достаточно хорошо куститься вероника цветет очень долго красиво смотрится с розами в общем принципе вот это январский посев можно посеять и и и попозже феврале единственное что если хотите чтобы она все-таки зацвела в этом году сеять приходится пораньше это же все-таки многолетник если хотите чтобы уже и в прошлом сезоне можно и позже сеять этот цветок ничего страшного просто зацветет следующем году ну все в эти же сроки 12 января посеяла синеголовник синеголовник вот такие колючечки симпатичные тоже очень часто сажают с розами красиво смотрится на контрасте ну моя может быть мой недочет какой-то очень долго держалась синеголовник я в такой в маленькой таре естественно тоже он такой замедлил замедлил свой рост и в принципе после пересадки точно так же вот прям застыл вот сейчас только начинают начинают отрастать молоденькие побеги поэтому наверное есть смысл может быть его сажать сразу отдельно но хотя в принципе криминала никакого нет он будет расти время еще есть он еще естественно вырастет это многолетник но не зацветет в этом сезоне зацветет в следующем ничего страшного то же самое всхожесть была очень хорошая ну кому интересно пройдите посмотрите в плейлист всходы или рассада там подробно прям про каждое растение от посева как он рос практически каждую неделю я это показываю и еще один почва покровник гвоздика травянка вот такой вот раз цветочки у меня уже растет на участке такого темно-красного цвета покупала также я готовый уже кучкой такой а это решила вот посеять на рассаду также буду сеять еще непосредственно в грунт еще несколько расцветок взяла очень хороший почва покровник цветет и вот даже видно как растет как она ложится и начинает сразу давать побеги вот видите смотрите вот видите вот так раз потом она укореняется и каждый уже растет вот по отдельности можно аккуратненько сейчас положить это все вот сюда стаканчик и она укоренится и будут каждый отдельный кустик хороший почвопокровник и в принципе ничего сложного в рассаде нет хотя я считаю что проще его посеять непосредственно в грунт также в это же время где-то вот 12 января я села лобелию из проф семян это ампельная лобелия в каждом вот здесь стаканчики сейчас это уже 200 граммовый стаканчик здесь по моему по три мультигранулы у меня были два или три тут раз две или три расцветки прищипываю ее уже ну такие кустики высокие уже пытается лечь но она стоит у меня вот так стаканчиков я сейчас и убрала стаканчики 500 граммовый вот так вот чтобы они держат чтобы они вот так не рассыпались есть особо такие рассыпающиеся товарищи потом все это спутывается так как стоят достаточно близко ну еще очередную в общем то основную массу лобели я посеяла гораздо позже а это вот такие первые кустики которые пойдут на формирование композиций то есть чтобы уже в композиции по и посадить уже такие более сформировавшиеся растения можно их тут рассадить потом ничего там проблематичного нету но они выращиваются у меня вот так без пикировки кому интересно ссылочку наверху оставляю посмотрите какой у меня принцип выращивания лобелей без пикировки но также будет позже видео как можно выращивать из пикировкой и так и так любой вариант какой вам подходит ну для меня не тот ни другой не сложный а вы уже убирайте сами также уже совсем в конце января по 25 там 24 сейла колиусы колиусы в основном все профессиональные один пакетик только вот такого вот такой вот расцветочки но все не стал отнести примерно они все одинаковые сейчас может где-то чуть побольше чуть поменьше но вот выглядит они вот так в прошлом сезоне это выглядело тоже очень долго как-то вот за он сидел потом тоже после пикировки тоже немножечко так в росте приостановился но потом уже когда освоился его было не остановить и то же самое стараюсь его сейчас не перекармливать не гнать его в рост потому что судя потому что у нас сейчас творится на улице вот такая весна конец марта снег огромными хлопьями когда все это растает непонятно вообще весна к нам точно не скоро придет так что колиусу придется вот посидеть еще в этих стаканчиках но может быть и пересажу их двухсотки но во всяком случае не гоню не под ну да не удобряю стараюсь не гнать их азотными удобрениями и в конце тоже января замачивала перец замачивала перец это 25 25 до тоже января но посмотрела очень быстро начал начали проклевываться первые перчины и буквально там где-то в начале получается уже февраля я его посадила но перец растет как сумасшедший какой-то в этом году не знаю тоже какой-то знаете непредсказуемое растение то он сто лет прорастает то растет как ненормальный куда так торопится вон там у нас еще снег как вы видели за окном а его придется наверное пересаживать час он пока у меня еще растет вот в 200 граммовых стаканчиках но видимо не судьба ему у них расти придется наверное в пятисотки пересаживать сорта какие в этом сезоне я посадила это вот уральский толстостенный drive мустанг испанский сладкий оранжевый генеральский и джипси вот где-то в стаканчиках у меня растут по два растения так я буду их и сажать уже на пмж кстати томаты я тоже так выращиваю иногда два корня как бы в одной лунке вот так что перец перец до перец меня радует в этом сезоне ну а на сегодня это все огромное спасибо всем тем кто поддерживает мой канал лайками и комментариями кому нравится дачная садовая цветочная тематика приглашаю подписаться на мой канал не забывайте нажать на колокольчик чтобы не пропустить мое очередное видео до новой встречи друзья